Местный и домашний крестоводвиженский храм в Лысковском районе принимает посетителей в литургии, приуроченных к десятилетию со дня его возведения. Евгений Люлин принял участие в богослужении, а также обратился к жителям Чернухи со словами благодарности. Для многих людей это место силы, где люди приходят в этот храм, набираются духовных сил. Мне кажется, даже от физических недугов можно излечиться в храме. Но самое главное, конечно, это центр такой сбора, сбора духовности. Крестоводвиженский храм был построен еще в 1824 году на средство полковника Бориса Ивановича Белавина. При храме находилась церковно-приходская школа для девочек, а также имелась библиотека. Храм обслуживал прихожан села Чернуха и деревни Кобылино. Уже в 1938 году по решению райисполкома храм был закрыт. Его переоборудовали под школу, а затем под клуб. Поздние храмы его все разобрали. В 2011 году завершилось строительство нового храма. Вспоминается этот день, 10 лет назад, когда также празднично было с течением множества народа. Совершена божественная литургия. Тогда во главе еще архиепископа Георгия, сейчас митрополита Нижегородская, Розамаскова. В этот раз наш епископ Лысковский и Лукоянский будет возглавлять праздничную божественную литургию. Настоящий духовный центр из села Чернухе. Шатровая церковь с колокольней. Более 150 счастливых посетителей. Жители поселка по-настоящему искренне радуются возобновлению храма спустя 10 лет. Самыми яркими воспоминаниями поделилась родственница председателя законодательного собрания региона Рима Захарова. Когда-то в разрушении храма нашего участвовал отец, будущий пионером. Евгений Борисович решил восстановить, так как отец всю свою жизнь переживал за это. И старался искупить как-то свой грех. Поэтому для нас это как родной дом. Сейчас в храме проходят воскресные школы как для детей, так и для взрослых. Свою работу они начинают в 11 утра. Также проводят таинство крещения и бракосочетания. Двери храма всегда открыты для посетителей. Юлия Чернова. Время новостей.